Всем привет, с вами Юмилия. У нас дома происходит ремонт, и очень сильно надеюсь, что лишних шумов на заднем фоне не будет. Именно поэтому сейчас не получается нормально записывать реакции. Ремонт довольно затяжной. А сегодня мы посмотрим Валеру Гостера. Лол минус Ваня. Погнали! Я погулял месяц, я нагулялся. И правильно сделал. Передушка каждому нужна. Привет. Возможно, периодические припадки вместе с... Да, все прочитают. Игра сохраняется автоматически, не вырубайте вашу дырку, когда компьютер... А реально же слово... Ах, давите иконку. Ху-ху-ху-ху-ху означает дыра. Этот хоррор я нашел... Хоррор. Ясно-понятно. На территории государства Steam. А, ну в принципе, если посмотреть превьюшку, а вот такая вот она, ну да, можно догадаться, что это хоррор, но я все-таки думала, что возможно... Значится так. Игра никак не связана с сестрой Морти, умники. Summer переводится как... Лето. А, ну как-то все. Короче. Погнали. Теперь я следую в заброшенный пионерский лагерь в России по просьбе своих подписчиков, чтобы выяснить, как дивили слухи, о которых столько лет говорят местные жители. Меня зовут Алекс Мортон, и мы начинаем. Симулятор Димы Масленникова, поехали. Гост бастерс! Главное, чтобы на фоне была эта фоновая музыка блогерская, которая вот эта вот... Мне кажется, она уже всех задолбала, но иногда... Зачем заколотили, я же все равно... Она неплохо создает атмосферу. Что тут за комната? Склад говна? Мусор в раковину не бросать. А кто-то уже бросил. Уважайте труп-уборщица. Труп. Трут. Чеот? О, это как в садике прям. В шкафчике на именах были картинки. У Юлика Юла, у Вики Вишенки, у Олега Арбуз. Олега Арбуз, чё? У нас тоже в садике так было. Ну это мило. Знаете, что было у меня? Весло, блин. У всех были фрукты, вишенки, всякие ягодки, игрушечки. Весло. Я даже не знала, что... Ну, я даже не помню, что было у меня, честно. Ну, весло в то время. Почему не волк? Почему не что-нибудь, типа виноград хотя бы? Алё, Анушка. Какая-то она криповая. Оля, какая стрёмная. Это что? Э, это тоже, у меня была подобная. Я не понимаю, что написано, мне нужно воспользоваться с переводчиком. Что? Всё, в принципе, тихо, спокойно. Что за звук, слышите? Ой. Чё, дурной, заколочено. Ой, только не говорите, что сейчас будет скример там. Какой-то шум был. Ой, здесь коробка. Предоходитель перегорел, я себе найду запасной, смогу включить свет. Да, и так светло. Да, GoPro, сюда. Камера? Всё, пошло. Оу. И тут я вспомнила Outlast. Сяду немного по-другому. Опа, уберу коленки. Хотя, вроде как, они вам были не видны, но суть не в этом. Я просто не хочу упасть. Что в советский Outlast? Такое ощущение, что я где-то что-то пропусти... Что? Что-то кормушка, приятного аппетита. А... Оу. Опа, а здесь не было кста. Выглядит крипово. Изображён советский Диснейленд. Что-то мне особо нравится, зайчик. Мы ищем пернохранителя, чтобы включить свет. Вроде две комнаты, а я заблудился. С пионерским звонким маршем мы идём на помощь старшим. Так давайте, помогите, я заблудился. О, сжигал. О, что она там забыла? Ворона поклевала говна и улетела. Правильно я сообразил? Что ещё нужно для счастья? Ой. Стрёмный зайчик, конечно. Да. Очень стрёмный. Там кто-то. Опа. Там кто-то есть или у меня пока... Китя. А, нет. О, кот свечей принёс, спасибо. Так, иди к своему каркарычу унитазному, слышишь, отсюда? Рядом находится действующая военная база. Что? Абсолютно не понимаю пока логику Димы Маценикова. Посреди дня зажигаем свечи и собираемся спать. Призываем злых духовов. А нужно готовиться к ночи. Ночь решёточка один. А вот камера же стоит, всё, снимаем. Ой. Самое время сраться. В первую ночь у нас пока всё отлично. Ну, туалет, горшков дофига, поэтому... Уважается. Заяц пока на расслабоне, на чили. О, господи. Всё. Здесь же телефон был, что ли, где-то? Да иду, иду. А ты не слышишь телефон, может быть, ответишь? Не-не-не-не-не, я слышу Валеру еле-еле, но мне просто реально страшно. Поэтому я слышал рушники. Малая явно в памп играла. Ну, раз меня не убили и перенесли на новую локацию, дети хотят мне что-то рассказать. Ой, я реально испугалась. Например, насколько крепка моя голова. А он, кстати, кого-то не доели. Камера и записка? Офигеть. Тебе здесь не рады. Так, ну, уходи оттуда. Я не понимаю, что здесь написано, мне нужно воспользоваться переводчиком. Я не понимаю, что движет человеком, который пришёл в место расследовать какие-то странные вещи, да? И ему пишут, тебе здесь не рады, он всё равно продолжает идти и, блин, не исцекует. Это ударка с рюлей будет достаточно универсальным языком. А это мой брат Джордж. Наглядит криптово. Я в процессе, может, там? О! Вот так вот, ради одного предохранителя целую коробку. Чисто когда на кассе купил одну жвачку и не отказался от пакета. О! Господи, нет, 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 нет! Тетушка бегает. Включен свет, ночи решеточка 2. Ночью, мне кажется, будут как раз-таки все скримеры. Мне, кстати, предлагали использовать веер вместо вентилятора, но, блин, я не знаю, где его купить. Как бы странно это ни прозвучало, обычно они везде были на каждом шагу, а сейчас нигде не вижу веер. Вот реально. Какая ночь сегодня кипишная, кто-то бегает, что-то открывает. Нет, 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 нет! Я пропустил скример, нет, пробеги ещё раз. Ну и хорошо, что пропустил. Понял, гнёт. Ой, 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 ой. Я снял всё, что хотела, могу идти домой? Блин, я думала поначалу, что, может, это будет лайтовый хоррор, но нет, чё-то как-то жестко. Мне кажется, я уже достаточно посм... Верни, Джорджа! А это что за мини-харлик-квин? Шутка. Харлик-харлик. Мордочка на телепузико похожа. Харлик. Харлик. Сундук какой-то. Ну-ка не бегать по коридорам, я сказала кому, блин. Хера, вот он бегает, закрывает. Вообще невнятный. Ох, ой, 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 ой. Где ты? Ох, господи, боже мой. Какой большой с мальчиком играется. О. С помощью этого ключа я могу открыть шкатулку. А может... Вот такие хоррор-видео длятся для меня лично дольше всего, потому что обычно смешные видосы посмотрел, и, не знаю, там минут 20, и думаешь, как будто прошло 5 минут. А здесь у меня ощущение, будто я смотрю этот ролик уже минут 20, блин. Может быть, свалим? А может быть, нахер не нужна эта шкатулка? Вот именно, нафиг не нужно быть в этом долбаном лагере. Ночь 58-го. Ой, это тот самый класс, пока еще не увидел. Там жук был или мне, пожалуйста. Кто написал? Аня. Найду, накажу. Врачи ставят неправильный диагноз Вани. Ему нужно сделать пересадку сердца, только это может помочь. Я больше не хочу к ним обращаться. У меня уже нет сил с ними бороться. Вылечь своего сына сама. Ох. И где ты возьмешь сердце в Лаване? Может, это других детей убивало? Возьмешь сердце Ани? Кстати, классная рифма вышла. С Ань по сердечку. Блин. Жестко. Че? Кто там не спит такой, а? Зубки у кого-то лишние, или че? А, вот. Снова этот каркарыч. Да че ж ты не угомонишься-то? С 58-го года терроризируешь унитазы. О, записка в парте. Аня, нам нужно бежать. Это все из-за директора. Я шпионил за ней, и она с кем-то разговаривала о чем-то плохом. Ты должна мне поверить. Предупреди всех, у нас мало времени, пока я спрятал ее кучу себя в шкафу, мы можем успеть. Помоги мне. То есть она была, получается, директором. И хотела убить кого-то из детей. И пересадить своему сыну их сердце. Блин, очень легко. Ты, короче, крыса. Такая история проникновенная, я бы сказала. Гнида. Вот накажу тебя, Яков. Я тебе говорю. Яков паразит украл второй газовый баллон. Мне нужно распылить сонный газ, чтобы всех детей могли перенести в госпиталь на операцию, и потом вернуть обратно. Фильтр отсутствует, а стекло разбито. Короче, Яков, походу, самый умный и хочет жить. Мы работали вместе с Алексеем Сергеевичем. Я должна продолжать находить ему людей, чтобы собирать у них почки. Что? Алексей Сергеевич поможет провести операцию при садке сердца в бане. Офигеть! Яков идеальный донор. Я подстрою несчастный случай, и его никто не будет искать. Жесть! Это так крипово! Просто, ну, блин, игра на самом деле крутая, реально крутая, потому что пробирает. Хоть тут веселая музычка на фоне, но все равно вот эта история, ну, очень цепляющая, я бы сказала. Ёшки! О, господи! Нет, нет! Это кто? Ну-ка, сдриснул отсюда, быстренько! Умничка какая. Нет, 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 нет! Короче, воспитатель козлина, а Яков просто был парнем, который хотел жить. Так, а это мне подышать, я так понял, да? Яков просто красавчик! Вау! Просто... Нет, 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 нет. Здравствуйте, это не Half-Life, уходите отсюда. Ёперный театр. Ой, что там в глазах, ты мне... Блин, ну реально стремная игра, я не знаю, наверное, больше не буду записывать реакции на такие супер стремные игры от Валеры, да и не только, потому что прям реально пробирает жестко, жестко, жестко! Ух! Это мне подвезёте, да? Я считаю, что директриса огребла по справедливости. Тебе же сказали! О, очень певогрательство! Чё, чтобы ты выбирался отсюда, оставь в покое это место! Если хотите, я, конечно, вам могу разобрать, что здесь написано, но в дневнике, Мария, остались пустые страницы, можно использовать их, чтобы ответить. Что напишем? Напишем, ну привет, давай. Я знаю, что здесь произошло, позволь мне помочь вам, расскажите мне, кто вы. Это эти дети, наверное. Бля, это новая какая-то переписка ВКонтакте. Отвечай! Это типа вместо сообщения прочитанное. Добавь в друзья. Он решил мне позвонить? У него там нет телефона, чё он трендит? Давай. Ах ты ж козёл. Троллит меня малой. Чё там, ответил? Господи, боже мой, нет, 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 нет. Ты чё делаешь? Стоит пробовать написать записку ещё раз. Я прочитал, что здесь были убиты люди. Это вы сделали, расскажите мне, и тогда я смогу вам помочь. Да он не хочет отвечать, он кролик. И он не хочет, чтобы мы помогали. И, блин, ну, понятное дело, что это вот эта директриса детей убивала. А мне кажется, что вот эти маленькие, это и есть эти дети несчастные. Меня обвинили, но я не делал этого. Уходи отсюда. Ты достал своими переписками, давай голосовые. Тебя зовут Яков. Ты живёшь здесь один уже много лет. Серьёзно, по почте общаемся? Может, в Дискорд зайдёшь? В общем, мы с ним насиловали эту дверь с двух сторон ещё раза три-четыре. Вкратце, что? Детей забирали на почки. Здесь куча духов убитых детей. И он не хочет выходить, потому что считает, что без почки не сможет дышать. В целом, всё. А ещё он утверждает... Ну, ребёнок, понять можно. ...что это не он баллон подставил, а кто... ...короче, это сделал другой. Ну и мы решаем пойти в то место, где ребятам вырезали почки. Очень умно. Ааа, серьёзно? Малооперационное... А здесь что-то некомфортное. Операционное в лагере, чё это вообще... Ааа! Нет. Дупина, дебил. Согласна! От страха. Матрас обоссан. Откройте двери, ёпка. Как минимум два кресла будет обоссана, понимаете? И всё из-за него. За матрасом буду следующий. Человек в космосе. Говно в штанах. У меня в планах увидеть куча почек. Я знаю, что поступаю плохо, но у меня нет выбора. Я должна спасти своего сына Ваню. Мне повезло, что Алексей Сергеевич согласился помочь. Не должна его подвезти, никто не должен знать о наших делах. Да вы говорите, поделом вам нельзя детей резать. Занято. Где почки? Где почки? Я не успел его спасти, я не верю. Этого не может быть. Это не мой Ванечка, я спасу его. Мне нужно срочно найти донора. Я знаю только донер-кебаб такой, а... Ничего другого не знаю. Но я же добыл доказательства, можно убираться отсюда, правильно? Надо будет исправить. Как нахер? Нафиг просто! Господи. Это, блин, слишком что-то крипово было. Слишком было крипово. Руся аж дернулся. Он, короче, сидит в папку, играет рядом. И аж вот так вот сам дернулся от моего крика. Прости, пожалуйста, я не хотела тебя пугать. Я вот так вот... Малой, я тебе сейчас... Еще одну другую руку. Кто это был? Зачем так делать? Господи, нет, 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 нет. Я не знаю, досмотрю ли я вообще эти две минуты. Честно. Ну, реально, она такая криповая. В детстве она мне нравилась. Не валяшка. А Малой что, прям эвакуировался через смывальню? Господи, господи, нет, 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 нет. Сейчас я... Сыкать не будет, как я вовремя зажмурила глаза и остановила. Как же я сделала это вовремя. Блин, слишком криповая игра. Мне кажется, она вот наравне с Outlast'ом. И думаю, что если любите такие игры, то обязательно поиграйте. Я понимаю, что если сейчас остановлю, то вы будете называть меня ссыкухой. И по факту так и есть. Я могу досмотреть, но только так. Я слышу еле-еле отзвуки. Потому что если я надену, я буду кричать очень сильно и пугать этим и других людей. А я этого не хочу. Смотри, это было смешно. Теперь держа. Это что, у нас тут развлекательная комната с весельчаком? Господи, это очень криповая игра. Почему меня закрыли с ней? А мне неприятно. Не кисни на радуге зависнием. Воспрещается бросать в унитазы, писсуары, раковины. Окурки, банки и другие предметы. Сколько же там трупа? Честно? Вот тебе повесили за то, что кидала туда все подряд. Ну что, считаем, кто-то было на самом деле. Пусть кто-то меня найдет, почувствует, какую боль принес, ломать потерявшая свое дитё. Что? Она вообще издевается, она поубивала кучу детей. И теперь тот, кто меня найдет, почувствует боль. Ужас. Я проклянусь всех, кто не смог мне помочь и не собираюсь так просто уходить. Ужас. И ушла просто так. Что за женщины вообще? А тут документов... Какая-то стрёмная, такие вещи вытворяла. Не все женщины такие. Тут документы... Офигеть. Она так хотела его спасти, что потеряла связь с реальностью. Бедная женщина. ЖЕЕЕСТЬ. То есть... Это спустя 8 лет после смерти сына она так убивала детей. Очень жесткая игра. Блин. То есть Ваня дед как 8 лет, и она все равно хотела сердца для него. Она шо, крэйзи? ЖЕЕСТЬ. Ой, там скривер походу, это реально очень жесткий. Кто нагулялась? Все, тут и виси. Отличное место для тебя. До свидания. Как она... О, господи, нет! Сраная игра! Вот даже без наушников стрёмно. Три недели спустя. И зачем я сюда снова приперся? Привет, Яков. Больше не нужно бояться, что тебя найдут и обвинят в том, чего ты не делал. Я обо всем позаботился. О том, что ты тут живешь со своими друзьями, я никому не рассказал. Охраняйте дальше это место. Теперь это по праву, только ваш дом. Твой друг, Алекс Мортон. Нет, 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 нет. Честно говоря, вообще не зашла, но местами ссыканул. Блин, я тоже ссыканула! Я не знаю, как сказать, но судя по тому, что он мне показал сюжет очень проникновенный в этой игре. Я бы сказала, реально такой цепляющий, потому что это жёстко. Мать теряет ребёнка, сходит с ума, вытворяет настолько ужасные вещи. По поводу ссыканул я вот согласна. Вроде, я не знаю, насколько это известная или неизвестная игра, я про неё ранее не слышала. Да, там, можете вы сами сказать, известная ли она среди любителей хорроров. Но я вот ничего такого раньше не видела в плане этой игры, да? Господи, я уже заикаюсь, какую-то фигню несу. Но суть в том, что она прям, мне кажется, довольно жёсткой такой. И даже сам Валера, который всё время угорает там с каких-то хорроров, да? Как-то высмеивает их, придумывает какие-то шуточки. Даже он говорит, что ссыканул. Ну реально, это довольно жёстко было. Ладно, благодарю за просмотр. Наверное, я в следующий раз не буду такие ролики смотреть, но настолько жёсткие ролики, потому что тут реально жесть. Тут даже не один скример был, как, например, у Мармока там, да, у Джохана. И в предыдущих роликах Валера здесь минимум, ну блин, 3-4, наверное, даже было. И даже со снятыми наушниками как-то ссыканно. Спасибо за просмотр, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok